У нас нога была не здесь, потому что так не хватает этого разгона, чтобы сократить, а немножечко на расстоянии от себя. Задняя нога расслаблена, передняя полностью напряжена. И стараемся удерживать напряжение целенаправленно на протяжении всего движения. И вверху еще дополнительно досокращаем. Если вам по ту сторону экрана кажется, что это легко, то приходите к нам. То попробуйте и делайте, если это легко. И поехали, вторая ножка. Для симметрии обязательно считать, чтобы вы сделали одинаковое количество повторений на обе ножки. Можно поставить руки на пояс, кому как удобно. Ой, слушай, там мы на небо танцуем вот такие-то ног. Да, синхронно. Макс, тревай баланс. Есть. И тянем. Здесь хорошо работала задняя поверхность бедра. Что? Скажу, как у Макса гарно выходить. У тебя тоже. Макс старается. И тянемся в самый низ на прямых ножках. Ого. Ого. Ага. И подержали внизу. Так. А это более легче. Да, теперь ноги ставим пошире и также тянемся вниз. Выпадов тоже делаем по 30 повторений на каждую ножку. В четырех подходах работаем. И на следующий день однозначно будет крепатура. Если вам легко, вы можете добавить в руки любое отягощение. Это могут быть гантели, штанга, подушки. Пишка на плечах. Ребенок на плечах, только хотела сказать. Или бутылки с водой. Или муж. А вам человек. Человек на шеи. Так. Потому что девочки намного чаще приседают, чем мужчины. Посадила мужика на плечи и пошла. Раз-два. 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 Сейчас с ножками закончили на сегодня. И сейчас переходим к верхней части тела. Поехали. Делаем плечики. Очень важно прорабатывать дельтовидные мышцы. Они создают нам вот эту пропорцию. И для мужчин, и для женщин. Очень важно, чтобы была вот эта талия, V-образный силуэт. Плечики небольшие и тонкая талия. Поэтому плечи тоже включаем, если мы делаем физкультуру. И комплексно прорабатываем все тело, то плечи это одна из приоритетных зон будет. До речи, девчата, знаете, колись был установлен рекорд с найвушчей талии. 32 сантиметра. Ого. Дюймовочка, ты скажешь? Может, это ребенок был? Не-не-не, это была женщина, ей было десь приблизительно 33 роки. И она была затянута корсетом. Это в США конкурс на найвушчую талию. 32 сантиметра. На самом деле, корсет носить на постоянной основе, это вредно. О, знаешь, про что хотим запитати. Зараз часто рекламуют усиллякие штуки, чтобы поддерживать осанку правильно. Скажи мне, пожалуйста, их можно носить? Это как костыль. Намного эффективнее будет, если мы будем тренировать мышцы и держать свою осанку среди дня целенаправленно. И нужно именно усилием воли заставлять себя не сутуло стоять, а удерживать осанку. Потом через какое-то время постоянных усилий вы привыкаете, и уже эта осанка держится без особого труда. Все, я сразумею. И также очень важно тренировать мышцы спины, потому что именно мышцы спины поддерживают позвоночник. Сейчас поехали, делаем плечики. Поднимаем руки в стороны. Я напоминаю технику, что у нас локти не должны висеть вниз. У нас локти смотрят вверх. Грудь вверх. Лопаточки сзади немного присобраны. Ведем руки вперед с поворотом. И обратно возвращаем в сторону. Мы вниз не опускаем, учитывая, что мы работаем без веса, чтобы у нас не было расслабления. Поскольку руки на весу, они все время напряжены. И целенаправленно напрягаем мышцы. Вот когда я свела перед собой, я целенаправленно включила грудные мышцы и переднюю дырку. То есть можно привести руки сюда полностью расслабленными, а можно специально их напрячь. И вот целенаправленно сделать себе больно. А я еще руки починаю трусописи. Это хорошо, значит у тебя работают те мышцы, которые должны работать. И разводим в стороны. Тоже специально напрягаем дельтовидные мышцы. Медленно, медленно с напряжением грудные напрягаем и приводим вперед. Вот я настолько она напрягала, что у меня уже здесь все болит. А можно делать не напрягая, делать так хоть до послезавтра, и никакого напряжения так и не случится. Слушай, Саш, покажи, будь ласка, правильную амплитуду. Я вот разумею, что в этой финальной точке оно напрягается все. Да. Также, тогда просто амплитуду, мне важно зрозуметь, в каком положении повинны быть ликти. Локти у нас все время во всех упражнениях на дельты, если это касается подъема в стороны и подъема перед собой, должны разворачиваться вверх. То есть мы и здесь поворачиваем локти вверх, и здесь, когда мы разворачиваем руку, мы тянемся локтем вверх, чтобы локоть у нас вниз и здесь тоже не висел. Если локоть опускается вниз, мы с дельты забираем нагрузку. Вот, локти вверх, и здесь локти вверх, и здесь локти вверх, все время. И вот почувствуете разницу, вот у нас локоть висит вниз, дельта у нас, ну, как бы включена, но как бы не полностью. Если мы только локоть повернули, она у нас сразу включилась и сразу нам стало больно. Просто в этой зоне теперь печет. Да, да, да. У меня, врачи, тоже, вот тут, ключицы. А не ниже? Нет, вот тут чуть. И сейчас показываю еще один вариант, тоже на дельтовидные мышцы, как их потренировать, если у нас дома вообще нет никакого отягощения. Поднимаем руки на уровень глаз и опускаем медленно поочередно. Вторая, да, остается вверху держать статику. Если делать при правильной технике, локти также разворачиваем вверх, выполняем медленно. У меня мужчины тренировались с гантелями по одному килограмму. Им, конечно, не очень это нравилось, но больше они просто взять не могли, потому что там нарушалась техника, и тогда это теряло смысл. Ну, естественно, когда человек делает упражнения регулярно, потом уже и 2, и 3, и 5 килограмм, может быть. Да, это самая распространенная ошибка, особенно это касается мужчин. На самом деле в бодибилдинге, в телостроительстве в целом рабочий вес играет второстепенную роль. Наша задача не поднять как можно больше вес в любом упражнении, наша задача проработать мышцу. И если мы увлекаемся и берем слишком большие веса, кроме того, что это травмоопасно, я уверена, что все это слышали, каждый человек думает, что его это обойдет, но на самом деле рано или поздно происходят очень неприятные моменты. Так человек еще и в росте мышц не получает желаемого результата, потому что поднятый большой вес, это не всегда означает, что он будет поднят той мышцей, которую мы хотим проработать. Вот, например, если мы здесь, в этом упражнении, хотим проработать целенаправленно передний пучок плеча, это очень маленькая мышца, и она себя не может просто взять большой вес. Если мы берем большой вес, мы начинаем уже поднимать всем телом, начинаем качать поясницу, здесь будет травмоопасно, будет качаться трапеция, а передняя дельта так и не получит желаемую нагрузку. То есть это не только опасно, но еще и бессмысленно. Если этот мужчина, у которого есть амбиции накачаться, сделать красивую форму, возьмет маленький вес и будет работать технично, никто не скажет, что он не крутой и работает единичками, наоборот скажет, какой он профессионал, что он чувствует свое тело, делает технично и понимает, как это делать. В узких кругах, наоборот, это более круто, даже когда ты можешь работать маленьким весом и при этом делать все правильно и прогрессировать. Это уже давно ушло, чем больше вес, тем круче ты есть. Поэтому, пожалуйста, учтите это и работайте в первую очередь на качество для здоровья и для качества выполнения этого упражнения. А не для того, чтобы прийти в спортсал и смотреть, смотрите, какой я крутой, смотрите, какую я вагу беру. А потом прийти с забытой спиной и все, и начались проблемы. Да, 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 это очень опасно. Сначала техника, а потом уже ваги. Да, техника – это самое важное. Сейчас поехали, делаем упражнение на трицепс. Трицепс – это вот эта зона, она является слабой у большинства людей, потому что трицепс намного меньше выполняет в повседневной жизни нагрузки, чем, например, тот же бицепс. И плюс многие мужчины трицепс меньше любят качать, чем бицепсы, подъемы штанги на бицепс. И у нас трицепс всегда от бицепса отстает в большинстве случаев. Вот одно из моих любимых упражнений. Наклоняемся в параллель с полом, локти поднимаем чуть-чуть выше туловища и выполняем разгибание, поворачивая ладонь кверху. Наклоняемся ниже, Катя, наклоняемся в параллель с полом. Да, сгибаем полностью до плеча и разгибаем с поворотом. Вверху делаем фиксацию, целенаправленно мышцу напрягаем. Вот я уже сделала два раза и настолько напрягла, что мышца у меня болит. То есть можно просто руками мотылять и, опять же, никакого эффекта не будет. Да, но если делать именно медленно, акцентированно и специально вверху напрягать, будет очень больно. Это одно из самых моих любимых упражнений на трицепс. Саш, я вот знаешь, что хочу запитать? Дивись, вот мы сейчас с тобой працюем без зайвовой напруги, тобто там без гантелей, без ничего. Чи можно в домашних умовах, якщо при використании правильной техники, за своей власной вагой, вот как-то привести тіло в тонус? Смотря какая у человека цель. Если у человека цель работы для здоровья, чтобы мышцы были такие в тонусе, слегка подтянутые, то, конечно, можно. Ну а рано или поздно все равно человеку будет уже слишком легко делать вот эти же разгибания, без веса совершенно. Он захочет хотя бы бутылочки с водой добавить, потому что просто не будет ощущать мышцу. Но в целом можно работать. Но если у человека конкретная цель именно набор мышечной массы и увеличение объемов, то обязательно нужно будет добавлять отягощение, потому что мышца растет все-таки от стрессовой нагрузки. А работа без веса рано или поздно перестает быть стрессом. Так, постійно потрібно наращивать навантажение для того, чтобы был эффект. Да. И сейчас после вот этого изолированного упражнения на трицепс мы переходим к базовому упражнению. Это отжимания. Поскольку отжимания у нас... Да, сейчас проверю вашу технику, как вы эти льнители работали. Можно отжимания поставить в начале, тогда у вас будет больше сил сделать их качественно. Но если мы предварительно утомили трицепс изолированным упражнением, сейчас на отжиманиях вам будет намного тяжелее, и трицепс еще больше включится в работу. Поехали. Идем к дивану. Особо сильные и целеустремленные могут отжиматься и от пола. Но я думаю... Среди нас таких нефт стримается. Вот, поэтому сделаем от дивана. Ставим руки узко и ведем локти вдоль туловища. Делаем так, чтобы у нас попа сильно вверх не торчала и чтобы она вниз не висела. То есть мы отжимаемся в ровную линию. Локти идут вдоль туловища. Да, у вас техника уже намного лучше, чем была, когда мы делали в первый раз это упражнение. Делаем 10 повторений. Если есть желающие сделать больше, это только приветствуется. Ой, Саша, ну ты наш мотиватор такой. Ну тут мягко кажучи. О, ты мотиватор. Если очень тяжело, вы можете подходить ближе и все-таки поднимать вверх попу. Так мы можем облегчить себе нагрузку. Макс, ты сильно не напруживайся. Ты, ну, душе, уявишь, что нам эфир выстит. Ну, диви, для меня такие две красуни, мне нужно напруживаться. Потому что я представляю всех этих человеков сейчас, и я же не могу лицем в багно впасти. Правильно. Максимально будем працювать после эфира. Вот эти все вправы будем делать по 20 раз. Кстати, ребята действительно делают физкультуру, это по ним видно. Потому что сейчас намного легче. И с каждым разом все легче и легче вы выполняете. Я прямо это замечаю. В первый раз вы вообще сильно запыхались. Второй раз тоже сильно вспотели. Но было лучше, чем в первый. А сейчас вообще все замечательно идет. Взагали, небо мы уже идем на рекорд спортивный. Я вас обовечиваю олимпийским чемпионом. А представьте, если вы будете так заниматься месяц или два, или год. Результат это значительно будет крутой. Я впевнена. Я буду сюда выходить и без футболки. И так и оп. Ну что, конкурс Арнольд Шварценеггер Классик. Мы еще не закончили. Для конкурса Арнольд Шварценеггер Классик нужно еще сделать пресс. Беремся руками пошире, создаем себе упор. Поднимаем ножки и делаем такие ножнички. И так желательно делать где-то минуту. О, какие ножицы. Хвилину. Четыре раза по одной минуте. Вот скажите, пожалуйста, вам подобается дивиться на эту картину, как кто-то спрашивает? А вы сейчас просто лежите на диване. Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как кто-то работает. И как Саша Суманеева вздушается над ведущими. Ну, письмите, хоть диван, вот так, и повторите за нами. Хочет дух права. Давайте еще это упражнение усложним. Будем ноги не на одном месте вести, а опустили вниз. И подняли вверх так же ножничками. И опять пошли вниз. У меня взагалі падают ножки. И вверх. И так тоже хотя бы секунд по сорок три-четыре раза. А вот я просто так, пока порахлю. В целом, такая физкультурка займет минут сорок в день. Но вы действительно начнете себя лучше чувствовать. И станете сильнее. И что не менее важно, увереннее в себе. Потому что человек, который занимается спортом регулярно, он ощущает вот эту энергию, поднимающуюся изнутри. Когда осанка держится лучше, мышцы такие в тонусе. Когда ягодички после приседания такие налитые. Девочка такая идет довольная собой. Это очень важно. Ну и чоловики задоволеннее нас одевытиться завжди. Знаете, я вам скажу, как человек приемно дивиться на женок, которые займаются. Это эстетично. И красиво. Так же, как и я всегда с удовольствием наблюдаю, как мужчины занимаются. Давай, Макс, радуй. Радуй. Тише, погляд нам. Котячий погляд. Так, ну что? Все? Да, я сегодня вам и довольна. А что, хочется еще что-то сделать? Почекайте. Саша, нам написала одна из дописывачев. Я зберег це поведомлення. Значит, по-перше, мы классные. Тоби великий привит. Круто, спасибо. Сказали, что дуже приятно за тобою спостерігати. И порадили больше знущаться над ведущими. Но мы про это сейчас забудем. А у меня сразу пару идей возникло. Дивись, она купила себе тренажер. Это ось это колесо, которое для пресса рекомендует. И питает, что у нас есть возможность наступной пятницы показать какие-то правильные техники для этого колеса. Я думаю, можем попробовать, да. Класс. Все, тогда я напишу, что мы будем это делать. И принесу так же колесо. Писи, и будем делать все. Потому что нас цікавит то, что цікавит вас. В первую очередь. Потому что мы знаем, что нужно дослушаться. Потребно працювать над собой. Аби потом быть... Подивиться. Подивиться. Ось вам приклад. Приклад, яке тіло має бути у девчини. Подивиться так на Сашу Суманєєву. І чоловіки так. Спасибо большое. Так, друзья. Друзья, подивиться. Друзья, сейчас важная информация. Саша Суманєєва – это наша постоянная соведущая по пятницам. Мы делаем вместе зарядку. Мы пытаемся стать какого-то лучше. И дякую, что вы также с нами стаете лучшими. По-друге, сейчас вы подождите сюжет. Сюжет досить важливый. Потому что каждый из нас выпивает протягом дня 3-4, а даже 6 филижанок кави. До речи, после тренирования не делайте этого. Не пить кави, когда еще не можно пить, а когда нужно. И вы получите это удовольствие. Дивитесь в нашем сюжете. Так, друзья, ни для кого не секрет, что человеку керуют звички. Одна из лучших звичок – это всегда быть в курсе подений и получать актуальную информацию. Ее вы можете получать на нашем ютуб-канале «Правда, тут медиа». Будьте першопрохідцем с отриманием информации от нас. Натислить на дзвіночок, и это точно удастся. Субтитры сделал DimaTorzok